Новости на телеканале Ника Плюс, студии Марина Кабатюк. Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях к этому часу. До сих пор весь Петрозаводский собор ни одного не реализована в реальном порядке. Городу вернули собственные земли. Депутаты законодательного собрания проголосовали за то, чтобы вернуть мэрии право распоряжаться городской землей. Авангард не в авангарде. В недавнем прошлом флагман карельского судостроения оказался никому не нужным, кто погасит многомиллионные долги. Очень необычные моменты. Даже вот думаем с ребенком пройдем, мы ее сами будем на камушках рисовать сегодня. Петроглиф в формате 3D и в качестве современного декора «Шепот камней» так охарактеризовал свой роман с камнем Егор Кукушкин и представил его на суд посетителей. А теперь подробности. Городским властям вернули право распоряжаться собственной землей. Сегодня депутаты карельского парламента поддержали предложение главы республики Сергея Катанандова признать недействительным закон, согласно которому земельными участками Петрозаводска распоряжались республиканские власти. Парламентарии проголосовали за этот вопрос быстро, да и само заседание сегодня прошло в предотпускном режиме. Правда, один вопрос все же вызвал споры. Дискутировали о том, надо ли включать в программу приватизации госимущества четырех карельских предприятий. Против выступили коммунисты, которые организовали пикет у здания парламента. По мнению коммунистов, недопустимо приватизировать предприятия и учреждения, которые еще могут оказаться эффективными. Речь в частности идет об акциях банка «Онега», «Кандапожского ЦБК», «Карельского хладокомбината» и «Кареллеспрома». В условиях кризиса вот эта вся собственность, она остатки собственности, то, что еще осталось, она уйдет фактически за бесценок. Надо бы сначала провести действительно оценку, какой-то хоть экономический анализ провести, а что это даст. Наш, для этого, кажется, ничего не даст. То есть, если латать дырки в бюджете, то другими путями. Однако большинство парламентариев сегодня прислушались к министру природных ресурсов Марку Орлову. Его главный аргумент – приватизация госимущества сможет покрыть дефицит бюджета этого года. Казна пополнится более чем на миллиард рублей. В итоге законопроект приняли в первом и втором чтениях. Одобрили также и закон, который дискуссий хоть и не вызвал, но привлек повышенное внимание многих. Депутаты поддержали инициативу Сергея Катанандова вернуть администрации Петрозаводска право распоряжаться землей, которого она была лишена в 2007 году. Я на эту тему высказывался, но, возвращая вас в тот период, напомню. Реальное противостояние республиканской городской власти, бездумная, абсолютно целенаправленная, разбазариванная городской землей, передача земли в определенные руки – итог этой великой работы, вы знаете. До сих пор весь Петрозаводск в заборах ни одного не реализованного реального проекта. Приход новой власти, формирование новой администрации, выстраивание дружной работы администрации городского совета позволяет мне принять решение о возвращении управления землей городской администрации, что и должно было бы быть изначально. В недавнем прошлом флагман карельского судостроения завод «Авангард» сегодня оказался никому не нужным. Завод «Банкрот», а бывшие работники зарплату не получали уже с прошлого года. Скоро вполне можно отмечать годовщину. Обратить внимание на бедственное положение «Авангарда» и не упускать из-под контроля ситуацию с выплатой долгов – такова задача пресс-конференции, которую сегодня провели совместно представители профсоюзной организации «Авангарда» и объединения организаций профсоюзов. Внешнее управление, конкурсное производство и конкурсная масса сопутствует банкротству «Авангарда» довольно запутанная и сложная история, а за ней судьбы более ста человек. В советские времена здесь трудилось более двух тысяч. Получить заработанное, а это более 10 миллионов рублей, бывшие «Авангардовцы» не могут уже без малого года. Эта задолженность, она возникла с июля 2009 года и по май 2010 года. То есть, условно говоря, вот мы сейчас скоро выйдем на то, что у нас будет, мы отпразднуем годовщину формирования задолженности нашей по заработной плате. Опасения профсоюзов вызывает то, станут ли выплачивать долги работникам после получения вырученных от продажи имущества денег. Кредиторов достаточно, кредиторская задолженность очень большая. И, конечно, будет каждый кредитор стараться свои долги получить. Ситуация отягощается тем, что, в принципе, уже у несуществующего завода остались гарантийные обязательства. Как их выполнять? Похоже, сейчас это волнует лишь работников. Для октября месяца завод еще обязан выполнить свои гарантийные обязательства перед Министерством обороны. Но денег на выполнение этого ремонта завода нет. Сегодня предприятием, или вернее сказать тем, что от него осталось, ведает российский Минпром. Минобороны лишь заказчик, и тот уже бывший. Тем не менее, еще совсем недавно «Авангард» входил в число стратегических предприятий страны. Также заявлялось о необходимости его сохранения. Однако, например, на сегодняшнюю пресс-конференцию были приглашены представители карельского правительства и даже прокуратуры, но ни те, ни другие не явились на встречу с журналистами. Возможно, потому что в защиту «Авангарда» и его работников им сказать было нечего. Госавтоинспекция Ланецкого района не соблюдает правила дорожного движения. Такие выводы сделала районная прокуратура. После проведенной проверки выяснилась, инспекция, которая призвана обеспечивать безопасность дорожного движения, а к нарушителям применять административные санкции, сама не выполняет требования закона. В ходе прокурорской проверки выявлено, что весь транспорт ОВД по Ланецкому району, а именно патрульные машины ППС и ДПС, эксплуатировались незаконно. В частности, у водителей не было талона техосмотра. За подобное нарушение простого автовладельца можно оштрафовать на 800 рублей или же вообще снять с машины номера и отправить на штрафстоянку. Милиционеры же ездили без талона техосмотра несколько месяцев. Причина – финансирование. МВД РК не выделила средств на оплату госпошлин, размер которой – 300 рублей за единицу транспорта. Интересно, что виновными в этой истории оказались сотрудники ОВД Оланецкого района. Возбуждено три административных материала. Уже долгие годы Карелия не может предложить ничего нового в сфере туризма. Таким неутешительным выводом пришли участники форума «Карелия-2010. Туризм и модернизация экономики России». Экспертов в сфере туризма на форуме было предостаточно. 250 человек со всех уголков нашей страны и 15 – иностранных представителей из Австрии, Франции и соседней Финляндии. Туризм имеет право как сфера услуг, как сфера, требующая очень большого внимания от правительства, имеет право на жизнь. И более того, туризм оказался самой развивающейся. В саморазвивающейся отрасли, по версии Анатолия Шишкина, проблем хватает. Недостаточная транспортная доступность, высокие цены и низкий уровень обслуживания. В республике три вуза готовят специалистов в сфере туризма. При этом не хватает администраторов, экскурсоводов и гидов-перевозчиков. Уже долгие годы Карелия не может предложить ничего нового. Традиционная экскурсия по Петрозаводску, марциальные воды, кивач, кижи и в принципе все. А вместо традиционной кухни гостям предлагают не карельский шашлык. Главная проблема, что мы все время уповаем на карельскую природу и считаем, что это автоматически будет означать, что люди будут приезжать только ради этого. А сам по себе какой-то эксклюзивный турпродукт не должен создаваться при этом. А сегодняшний турист, он очень избалован. Поэтому для того, чтобы создать нечто привлекательное для избалованных туристов, решили участники форума воспользоваться информацией Карельского научного центра, где собирали данные о источниках родниковой воды, о памятниках архитектуры и карельских вулканах, чтобы использовать их для создания новых турпродуктов. На форуме в начале июня собрались представители власти, бизнеса и научных организаций, чтобы обсудить проблемы и сообща сформировать стратегию развития туризма. По итогам форума появилась генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма в Карелии. В Петрозаводск прибыла делегация дипломатов из Польши во главе с послом Ежебаром. В столицу Карелии они приехали сразу после экономического форума в Санкт-Петербурге. Сегодня гости встречались с премьер-министром Карелии Павлом Черновым. Польша не входит в число основных торговых партнеров Карелии, однако эта ситуация в ближайшее время может и должна измениться. Так начал встречу с польскими дипломатами карельский премьер Чернов. Начиная с 8-й, 9-й, 10-й, часть объемов лесопромышленной продукции мы также отправляем и в Польшу. Объемы эти пока еще небольшие, но я думаю, что в недалеком будущем мы их готовы увеличить. Посол Польши в России Ежебар, внимательно выслушав премьеры, в первую очередь поблагодарил за толерантное отношение к его землякам. Их в Карелии живет порядка трех тысяч, для сравнения вепсов – четыре тысячи. Часть поляков объединилась в общественной организации. Одна из них находится в Медельжегорском районе. Только накануне посол побывал там лично. Посольские машины, но без флагов. Потому что, не знаю, как ваши олени могли бы отнеслись к этому флагу и к этому без флагов. Дипломаты ездили в гости к известному польскому писателю, журналисту, интеллектуальному кочевнику и соратнику Леха Валенцы – Мариушу Вильку. Постоянно он живет в Карелии порядка десяти лет, а в России и все два десятка. Как объясняет писатель, он нашел в России то, что искал. Самое важное в его творчестве – это что он практически занимается вашей страной описанием Занежа и таком описанием, которое абсолютно неизвестно польскому и не только польскому читателю, потому что его книги, они уже очень известны в Европе. Возвращаясь к экономике, стороны сошлись в одном. На территории Карелии пока только одно предприятие с участием инвесторов из Польши. Но судя по тому, в какой теплой обстановке прошла сегодняшняя встреча, это число уже в ближайшее время должно увеличиться. Сегодня в Петрозаводске пройдут выпускные вечера. Подробнее об этом расскажем сразу после рекламы. Не переключайтесь. Сбербанк отменил комиссии по кредитам для физических лиц. Сбербанк всегда рядом. Северо-западная косметологическая школа готовит специалистов для салонов красоты. Косметологов на базе медицинского образования. Мастеров по маникюру, педикюру и наращиванию ногтей. Северо-западная косметологическая школа. Все подробности по телефону 74-00-01. Магазин «Всё для дома». Пластиковые окна и стальные двери. Натяжные потолки и корпусная мебель. Газовые плиты и газовые колонки. Вы можете оформить подключение через Горгаз прямо на месте. Магазин «Всё для дома». Это я удачно зашёл. Мощные, надёжные квадроциклы «Канам» от компании «ПРП». Активный отдых обеспечен. Компания «Ольха». Первомайские 82. Телефон 77-11-07. Устали от семейных будней? Пора на рыбалку. Эхолоты и навигаторы. Лодки из ПВХ. Моторы. Спилинги и рыболовные снасти. Магазин «Ермак». Клёв будет. За сладкими ценами только в «Калинку». Скидки до 50%. Микроволновая печь всего за 1490. «Калинка». Всегда низкие цены. Всегда. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Батя знает, как работать и умеет отдохнуть. Если собрались на дачу, к бате надо завернуть. Инструменты здесь такие, что косить, пакать, пилить будут сами, без запарки. Стоит только их купить. И удачные подарки к ним при дачу получить. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Петрозаводские выпускники ставят рекорды. Шесть наших школьников при издаче ЕГЭ набрали максимальный балл. Еще двое заработали 99. Увеличилось в этом году и количество медалистов. 70 человек закончили школу с отличием. Но сегодня экзаменационные волнения позади. В Петрозаводске проходят выпускные вечера. В этом году только среди петрозаводских школьников 29 золотых медалистов и 39 серебряных. Большинство выпускников в этом году для дальнейшей учебы выбирают гуманитарное направление. К таким выводам пришли в Министерство образования Республики, основываясь на результатах ЕГЭ. Кроме обязательного русского и математики, самым популярным предметом у выпускников стало общество знания. Затем идет история, биология и физика. Однако какие специальности будут востребованы через пять лет, пока сказать сложно. Молодежь на ближайшую пятилетку прогнозов тоже не строит. Куда больше их волнует прогноз погоды на сегодняшний вечер. Ведь сегодня выпускной бал. Плечом к плечу со вчерашними школьниками гуляют и выпускники техникумов и профессиональных училищ. В Карелии их более четырех тысяч. Сегодня в зале дворянского собрания дипломы получали будущие архитекторы. Среди выпускников 23 девушки и всего один юноша. На торжества он не пришел. Дамы, оставшись без кавалера, не обиделись. Мысли о другом. Даже на выпускном вечере. Я получила хорошее знание и буду их использовать дальше. Буду поступать, получше образование получать. Облегчение, наверное, да, девочки, заканчиваем? Мы это сделали. План у нас как бы учиться дальше и работать. Остаемся здесь, никуда не денемся уже отсюда, с этого города. На душе, с одной стороны, счастье, а с другой, конечно, грустно расставаться. А с дальнейшей жизнью определились, работа, перспектива, будущее. Где собираетесь работать? У себя в городе, в Кондопоге. Петроглифы в формате 3D и в виде элементов современного декора представлены на выставке Егора Кукушкина «Шепот камней», которая проходит в эти дни в Доме куклы. Свои работы сам автор назвал исторической реконструкцией. На старинные наскальные рисунки в новой интерпретации взглянула и Александра Репникова. В Дом куклы припыла древняя лодка, борта которой украшены петроглифами. Такие ассоциации рождаются, когда видишь экспозицию Егора Кукушкина. Заимствованные с наскального рисунка сюжеты, они использованы в такой декоративной манере. Сами работы выполнены на холсте маслом и поталью, за которые, кстати, приходится ездить в Санкт-Петербург. А вот корпус лодки не закреплен и держится благодаря правильному распределению веса. Даже если убрать весла, чудо-конструкция устоит. Это лодка, которая несет в себе рассказ из прошлого. Потому что к каждой картинке можно подойти и увидеть определенный сюжет. Не только в картинках, но и в объемных изображениях, которые сам автор назвал 3D-петроглифами. Это скульптуры из скотча. Вот, например, охотник, который только что вернулся с добычей. Егор сам придумывает некоторые сюжеты и даже петроглифы. Его подпись в виде наскального рисунка стала тому подтверждением. Поработав с петроглифами, я научился их интерпретировать. Там буква Е – это лодка с экипажем, с морской охоты взята. Буква Р – это повернутый гусь. А Г и О – это солярные символы, голова лося. Очень нам понравилось. Очень необычные моменты. Даже вот думаем, с ребенком придем, мы ее сами будем на камушках рисовать сегодня. Да? Роман с камнем у Егора давно. Начинал с сувениров, а сегодня работы художника украшают стены известных зданий города, например, фойе отеля Карелия. И находится в частных коллекциях в России, США, Германии, Норвегии и Финляндии. Эта выставка – результат годовой работы мастера. И, возможно, некоторые из картин окажутся в частных коллекциях жителей нашего города. И это все новости на сегодня. Если какие-то сюжеты нашего выпуска вас заинтересовали, вы можете посмотреть их еще раз на нашем сайте по адресу nicotifismedia.ru. Прямо сейчас смотрите программу «Хроника». А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и солнечной погоды. А теперь на бал! Золотой овен. Холод или зной. Ветер и пыль. Дождь и шум улицы останутся по ту сторону, если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». В дни радости и в минуты грусти, когда светит солнце, и в часы февральской вьюги от чистого сердца, любимым, родным, друзьям и коллегам дарите цветы и вместе с ними частичку своей душевной теплоты. Магазин «Диана». Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Отчего возникает головная боль? Позвоночные и сонные артерии питают головной мозг. Смещение, нестабильность позвонков, остеохондроз, атеросклероз приводят к сжатию артерий. Сосуды зарастают шлаками, как садовый шланг грязью. Наступите на шланг. Это же происходит и с вашими сосудами. Нарушается кровоток. Возникают боль, головокружение, тошнота, кислородное голодание мозга. Не топчите свое здоровье ногами. Решение ваших проблем в костной клинике. Улица Лизы Чайкиной, 5. Телефон 765376. Мощные, надежные квадроциклы Канам от компании PRP. Активный отдых обеспечен. Компания Ольха. Первомайский, 82. Телефон 771107. Классические мужские костюмы и ультра-современный стиль кэжелл. А также обувь, трикотаж, нижнее белье и аксессуары. Секция мужской одежды «Кавалер». Инструменты, которые будут работать на вас. Пензопилы. Буду пилить. Газонокосилки и триммеры. Буду косить. Автомойки Керхер. Буду отмывать. Насосы и насосные станции. Буду качать. Автоключ. Империя инструментов по демократичным ценам. Автомойки Керхер. Субтитры сделал DimaTorzok